На объединенной гидрометеорологической станции Нарьинмар состоялся торжественный запуск радиозонда, посвященный 185-летию Гидрометеорологической службы России. Флэшмоб прошел одновременно в разных регионах страны. Только на территории северного УГМС праздничный запуск состоялся на семи станциях. В Нарьинмаре, Волокде, Сыктывкаре, Каргополе, Шойне, Диксоне и Архангельске. То есть многие люди думают, что радиозонд, он каким-то образом помещается внутрь шара. Многие думают, что радиозонд это и есть сам шар. Это не так. Он представляет из себя пластиковую коробку, внутри его находится микросхема, батарейка, и к нему прилагаются датчики температуры и влажности. Начиная от поверхности земли и до конечной точки подъема, радиозонд собирает информацию об основных метеорологических параметрах. Вся эта информация при помощи антенны поступает на монитор компьютера. Эти данные в дальнейшем используются для того, чтобы передать в виде сводки в АМСГ. То есть это аэропорт, который непосредственно использует эти данные для уже полетов своих, для того, чтобы узнать, какие температуры, какие тропопаузы и, возможно, другие какие-то характеристики. Они делают выводы на основе наших данных, то есть на температуре воздуха, на давлении, на скорости ветра, которая находится на высоте, как мы уже слышали, бывало, что и 48 километров. Но они берут данные именно до 15 километров, именно на той высоте, где у нас летают самолеты. Поднять радиозонду вверх помогает специальный шар. При этом, чем теплее воздух, тем выше он взлетит. По словам Любови Поповой, которая 38 лет проработала на метеостанции Наринмар, техником-аэрологом, предшественник современной латексной оболочки, был раз в 5-7 больше. Прибор, конечно, был тоже раз в 2-3 массивнее. А потом, ну что, был, значит, как локатор, управлялся двумя штурвалами по горизонту и по вертикали. Ну вот, и потом вычисляли, где он его находится, и прибор выдавал нам данные влажности, ну как и сейчас, только он очень маленький. То есть, сейчас более облегчённая версия? Сейчас только вспоминали, как газодобывание у нас было. Это что-то. И мы всё говорили, у нас работают по три годы. Запуск радиозонда происходит синхронно два раза в сутки, строго определённые часы – в 2.30 и 14.30 по московскому времени. Один из таких запусков посвятили 185-летию Росгидромета. Торжественный запуск радиозонда состоялся одновременно в разных регионах страны. На Ринмарио участие в нём приняли бывшие работники Окружной гидрометеорологической службы города.